Поймите, для чего эта память нужна. То есть, если мы помним о тех, кто молится, понимаете, это обладает такой колоссальной силой, влияние на нашу жизнь. Мы даже не представляем. Люди всю жизнь ищут удачи, ищут счастья. Они как бы хотят, чтобы была удача в жизни. Вот она, удача. Я вам говорю, что такое удача. Вы помните о Боге, у вас сначала все успокаивается в сердце. Если, допустим, ваш начальник увольняет с работы, вот в сердце успокоилось все, вы молитесь дальше. Это называется первый круг победы над судьбой внутри человека. Три круга судьбы есть. Внутри человека первый круг. Вот поднимите руку, кто из вас имеет трудности, молится, но вы чувствуете, что все будет хорошо, сердце уже успокоилось. Это первый круг вы прошли. Потом есть второй. На втором круге, когда вы молитесь, то дальше, допустим, ваш начальник хочет выдумать. Пока у вас спокойствие в сердце, но вы не можете с ним поговорить об этом. Потому что у вас нет сил. Ну, допустим, я вот этот конкретно случай разбираю. Вы дальше молитесь, и постепенно вы начинаете чувствовать, что, во-первых, вы можете разговаривать и здороваться с начальником, как будто он вообще не против вас. Потом дальше, когда вы идете опять в молитве дальше, вы чувствуете, что вы можете ему объяснить, что это все не так, и он будет вас понимать. А потом у вас есть четкое понимание, что он уже про вас плохо не думает. Вернее, может быть, и хочет плохо думать, но не может. Ну, то есть второй круг называется между вами. Вы очищаете ниточку, вот эту незримую между вами. Этот процесс очищения тоже длится какое-то время, но когда он заканчивается, вы встречаете начальника, говорите «здравствуйте», и он тоже вам улыбается. Как будто ничего плохого не было. То есть его сердце очищается, и у него меняется впечатление, которое исходит от вас. Это впечатление, это означает, ваша собственная судьба, это ваша собственная судьба через начальника вас выгоняет. Но если вы ее очищаете, вашу судьбу, начальник уже не может вас выгнать, потому что у него для этого нет сил.